Танлисап расположена на индийском полуострове, недалеко от туристического города. Река переходит в озеро. Площадь небольшая, но во время дождей размер увеличивается в пять раз. У Танлисапа есть второе название – река Сердце Камбоджи. Говорят, что оно было названо так, из-за того, что форма менялась в сезон дождей. Сжималось и разжималось, как сердце. Побывать на озере для туристов стоит 2 доллара, билет 20. Перемещение гостей происходит на моторных лодках. Кара-Багас-Гол, как все были уверены, что именно это озеро убивает Каспийское море. Население от 200 тысяч до 2 миллионов длина, 112 километров средняя глубина озера, 1 метр максимальная глубина, 10 метров площадь, от 2700 километров увеличивается до 16 тысяч километров. Ближайшие города – Сиом-Рип, Баттамбанг. Все пляжи Сиануквиля в Камбодже тропический муссонный, сухой сезон, ноябрь, апрель, средняя температура, январь, плюс 24С, средняя температура, июль, плюс 30С, количество осадков, 1400 миллиметров. Что посмотреть в Камбодже в первую очередь главной достопримечательностью является плавучая деревня. Они образовались в середине 20 века. Основателями были вьетнамские переселенцы, которым пришлось бежать от войны. Так как приняли закон о том, что жить в стране может только коренной житель, беженцы стали жить на воде. В озере живет около 200 видов рыб, что для местных жителей способствует рыболовству. Также население сушит крокодилов и змей, выращивает рис, для туристов есть экскурсоводы и массажисты. Дети попрошайничают. Санитарные нормы в домах нарушены. Все они грязные и неопрятные. В лодках хранится еда и одежда. Жизнь в плавучей деревне не отличается от жизни на земле, есть школы, детские сады, спортивные залы. Для туристов были построены небольшие кафе и рынки. В озерной воде жители могут стирать вещи, купаться и хоронить покойников. Поэтому запах здесь не самый приятный. Но что самое удивительное, люди пьют из озера воду. Ведь у них нет выбора. В деревне живут люди, которым нечем платить за жизнь на земле. Проживание на воде бесплатно. Туристы по возможности помогают жителям с едой, одеждой или водой. Вместо магазине туристы покупают продукты по троекратной цене. Все, что было подарено туристами собирают обратно и вновь продают. Так здесь зарабатывают деньги. Если хочется помочь детям, лучше привезти с собой гостинцы и дарить то, что у них не отнимут. Жители верят в существование водного змея-дракона. Говорить о нем громко нельзя, иначе можно накликать беду, побывав в этих местах. Можно услышать местный музыкальный коллектив, все они очень рады гостям. Жизнь в деревне на воде необычна и заставляет о многом задуматься. Камбоджийские власти поддерживают их, предлагают работу. Несмотря на то, что здесь грязно, жители очень добрые. В них нет ненависти, чему туристам можно поучиться. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.